добрый день с вами музыкальный салон глинкиру и сегодня мы с вами коротко поговорим о скрипичных футлярах а в конце я вам расскажу что это за штучка и что с ней не так приступим первым у нас идет самый простой в нашей линейке футляр он выполнен из пенопласта главное его достоинство что он очень легкий внутри у нас также все максимально просто есть отделение под скрипку и есть отделение под скрипичные мелочи все максимально аскетично и практично недостаток в том что он не сильно долговечный также есть некоторые нюансы не всегда скрипка входит футляр такие футляры лучше мерить непосредственно на вашу скрипку это важно вторым номером у нас идет все тот же пенопластовый футляр только сделанный получше и внутри у него немножко все более дорого богато что мы имеем здесь помимо места для скрипки у нас еще идет отдельное место для мостика и более большое отделение для различных мелочей которые всегда нужны скрипачу как правило канифоль мостик возможно если он не входит сюда запасные струны что тоже бывает часто и также здесь идет более надежное покрытие здесь идет дополнительный замочек такие мелочи как ручка ножки чтобы футляр не вытирался это мелочи но в результате они влияют на долговечность футляра вот ну и с этими футлярами как правило нету проблем с размерами скрипки все везде входит далее у нас с вами идут два таких флагмана в производстве футляров для музыкальных инструментах попробуем их разобрать здесь сразу вместе это две фирмы первое это бам это французский бренд вторая фирма это немцы якоб винтер вот эти вот футляры уже в первую очередь отличает качество и долговечность да эти футляры не стоят дешево но эти футляры при бережном уходе могут жить не один десяток лет с вами в чем у них принципиальная разница якоб винтер по своей конструкции это те же футляры из пенопласта у них идет жесткая оболочка и очень плотная не вытирающаяся ткань но внутри идет все тот же старый добрый пенопласт отдельное отделение под два смычка и отделение под скрипку с небольшим отделением для канифоли такие футляры при их долговечности и хороших качествах противоударных в первую очередь отличает легкость это важно якоб винтер легкие футляры в каком-то смысле антипод винтеру это футляры бам бам это тяжесть а тяжесть как известно здесь уже идет все немножко по-другому идет плотная пена в качестве уплотнения и как правило у бам много различных модификаций с организации внутреннего пространства плюс-минус они отличаются по сериям не будем здесь углубляться самая главная принципиальная разница здесь у нас идет пенопласт в жесткой оболочке здесь идет умеренно жесткий кофр но при этом у нас идет наполнение из пены соответственно если инструмент падает или вы падаете с инструментом футляр деформируется он не ломается и не колется а инструмент у вас внутри не страдает что объединяет все предыдущие типы футляров одно все эти футляры теплые потому что или пенопласт или наполнение от бам она обладает очень хорошей теплоемкостью и очень низкой теплопроводностью то есть они подходят для практически любого климата в нашей стране инструменты медленно остывают поэтому с ними можно идти в сильные морозы отдельный класс для транспортировки и хранения музыкальных инструментов занимают кейсы это жесткие футляры выполнены из определенных материалов если что вот эта вот штучка это просто наклейка чтобы кейс не царапался поэтому на самом деле он более красивый у них есть достоинства и есть проблемы достоинства это конечно внешний вид это что футляры действительно жесткие недостатки большинство этих футляров не подходит для климата нашей страны вот так потому что они рассчитаны на легкую и мягкую зиму вы с этим футляром можете ходить летом весной и осенью но в сильные морозы все-таки не нужно потому что во первых футлярчик тоненький и не обладает такими свойствами как футляры из пенопласта или из пены инструмент здесь быстро остывает а раз он быстро остывает происходит резкий перепад температуры для инструмента это не очень хорошо второй нюанс большинства таких футляров это в их внешнем покрытие если вы идете по морозу и не дай бог колонете этот футляр оба что-нибудь у вас он может просто треснуть в остальном футлярчики классные тоже в большинстве случаев они легкие удобные такой момент что есть ряд плюсов и ряд недостатков что вот это за штучка и что с ней не так на самом деле это такая вещь как гигрометр он показывает влажность внутри кейса и соответственно какой в нем микроклимат но в большинстве случаев это просто ради красоты устанавливается в кейсах потому что они не работают и сейчас мы с вами узнаем почему что же не так с такими гигрометрами вся суть заключается в их конструкции гигрометры бывают разных типов и скрипичные футляры ставятся самые простые так называемые волосяные гигрометры то есть если мы его разберем с вами мы увидим что здесь находится пружина из легко гнущегося металла и внутри нее как бы находится волос а волосы они у всех одинаково реагируют на влажность соответственно когда более влажно у нас пружинка сжимается и влажность повышается когда менее влажно пружинка расслабляется и влажность понижается это работает вот таким вот образом но почему это не работает скрипичных футлярах потому что этот гигрометр а у него забор воздуха происходит сбоку этот гигрометр вмонтирован намертво в пенопласт и соответственно никакого доступа окружающего воздуха к нему нет и он у вас будет практически всегда показывать тот показатель в котором он был поем вот так вот вещь красивая они работают работает как правило только на очень дорогих грамотно сделанных футлярах не ориентируйтесь на его наличие или отсутствие поэтому с ними можно идти в сильные морозы вот потерял потерял мысль но ты сильные морозы все вот убери пожалуйста